Как мужчина должен говорить жене? Он должен говорить, ты у меня самый красивый, самый прекрасный человек в моей жизни. Самый красивый, самый прекрасный человек. Даже если он считает, что есть красивее, он все равно так должен считать, учиться. Когда он будет так говорить, она будет расцветать. Она будет становиться в 10 раз как минимум красивее от этих слов, просто расцветать будет. Это потому что это благословение. Когда мужчина так говорит женщине, он получает благословение, получает через жену красоту. Бог наливает ее красотой и наполняет женщину. Если мужчина так говорит. Жена должна говорить своему мужу, ты у меня самый разумный человек, самый серьезный в моей жизни. И он будет становиться серьезным. А если, Олег Геннадьевич, я своему мужу не могу так сказать, то значит вы скупали. Надо молиться, чтобы смуть. Правильно. В ведах есть такая наука пражна. Когда очень важное событие происходит, что-то важное говорится, весь зал замирает, и кто-то один чихает, кашляет, падает со стула, у него звонит мобильник, что-то происходит. Вот это Бог, значит подтверждает. Правильно означает вопрос. То есть вопрос у всех возникает, неужели это правда, что я скупая, что не могу мужу сказать, что он у меня очень серьезный человек, если он скотина не серьезный. И опять подтверждение. Дикий смех какой-то там, это признак подтверждения. Бог подтверждает сердце. Спасибо вам. Ребенок начинает кричать неожиданно. И ребенок говорит что-то. Маленький ребенок, все молчат, он говорит, что-то говорит, значит тоже подтверждение. Видите, то есть разумные люди, они поят своих близких нектаром, а не ядом. Чем наполняешь близкого человека, такой он и становится. У других мужья как лебедушки, а у меня бедоносец. Помните фильм? Бедоносец, значит, будет бедоносцем. Нет проблем. Есть такой феномен психологический, что когда женщина не уважает мужа, а у него, допустим, высокий пост, то его подчиненные не будут уважать. Все люди смотрят на человека, на мужчину глазами его жену. Ну то есть сила уважения или сила призрения, сила любви или сила отражения исходит от мужчины в результате его отношения к нему и к жены. Потому что жена, она создает энергию в мужа, то есть она вкладывает в него силы. Правильно, как женщина делает? Она сама в основном не работает, с детьми сидит, но она вкладывает свои силы, любви и уважения к мужа, и муж растет, развивается, у него больше зарплаты. То есть женщина много в мужа вложила, у него больше зарплаты, где не хватает в результате. Если она в него вкладывает Г, постоянно ворчит, недовольный воздействует. Ну Г выдает, значит. Семью приносит Г. Больше ничего не заработал. Понятная система, нет? А если он правда такой, Эль Геннадьевич? Ну значит, ты тоже правда такая. Вот вас соединили таких. Значит, надо за вас обоих вам молиться, садиться в молитву читать и менять свое сознание. Что человек, человек и человек видит, туда человек близкий и развивается. Оскорблением также является измена. Близкий человек может изменить. Не надо думать, что я больше с ним не буду жить в результате. Это неправильно. Измена вызывает отторжение. Но с помощью молитвы можно отторжение победить. Смотрите, близкий человек изменил, что делать? Хочется первое, просто бросить его и все. Или не жить с ним там, хотя бы не вместе, не жить рядом. Не жить рядом – это нормально. Можно пожить отдельное. Можно наказать. Но говорит, я тебя не бросила, я просто чуть поживу от него. Допустим, он продолжает изменять. Что нужно делать? Бросать его? Нет. Сейчас объясню систему. Во-первых, нужно понять, что измена – это болезнь. Это не то, что какое-то здравомыслящее решение. Но не может быть здравомыслящего решения, у вас общие дети, у вас семья, и взял, начал изменять. Это не здравомыслящее состояние. Это одурелость, понимаете? То есть человек одурел немножко. От чего? Сейчас объясню. Вот смотрите. У женщины есть определенная сила влияния на мужчин. У мужчин есть сила влияния на общество, на события. Поэтому мужчины в правительстве часто. А у женщин есть сила влияния на кого? На правительство? Нет, на мужчин. Близких отношений. Так распределяется сила в этом мире. Женщина влияет на мужчин, а мужчина влияет на все остальное. Кто самым влиятельным получается? Женщина, да? Кто был сильнее? Юлий Цезарь или Креопатра? Креопатра, потому что он был подчинен своих чувств к ей. Он был в нее влюблен. То есть в этом идее заключается, что у женщины есть большая сила. Это сила привлекательности. И смотрите, что женщины делают у нас в этом мире. Раньше в древней культуре, как женщины себя вели, они свою красоту открывали больше дома. То есть она домой приходит и такая раз, и раскрылась вся. Надела самые красивые одежды и хочет, ходит, привлекает мужа и детей. Дети в результате любят маму, муж любит жену, отец любит дочь. Все любят такую женщину, которая дома привлекательна очень. Сейчас женщина дома ходит, ну, пришла давно. Все, побросала, пошла. Халатик одела вот такая. Ну, не сильно привлекательная, такая обычная. Я дома обычная. На улицу пошла, накрасилась, одела самое лучшее и пошла. Одной ногой пишет, другой зачеткивает. Ну, для кого, спрашивается? Ну, для кого ты стараешься? Да? И что получается? А получается, вот как раз то и получается, что у кого-то раз крышу свернуло в какой-то момент. Ну, хорошо, если ему свернуло там, ну, погулял, погулял, под окнами ушел. Я что, для него ходила, что ли? Так это непонятно для кого. Это выстрелит, так кого? Кого Бог даст? Понимаете? А если не так получилось? На работе кому-то свернуло крышу, а он еще так, ля-ля-ля-ля-ля. И потихонечку, помаленечку дружба завязалась. Олег Геннадьевич, мы с ним просто дружим. Мы с ним не любезничаем. А дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Бывает только тонкий секс или грубый секс. А тонкий рано или поздно становится грубым. вот это в этом и проблема понимать почему вот женщина думаю почему он меня бросил потому что культуры нет в обществе же правильно ходить правильно одеваться но по факту это без культуре она не отражается на самой женщине потому что энергия красоты у женщины она имеет резервные мощности как банки счет допустим женщина по открывала все и мужчины которые прохожие не бог каждый взял сколько ему надо она домой пришла уже нет на фараде почему потому что все раздала когда женщина на улице сохраняет а дома раздает тогда возвращается назад происходит обмен муж благодарен дети благодарны идет обмен энергии любви а на улице когда раздала то тебе назад вернет понятно система нет когда женщина открывает свое тело ходит все смотрят кому не лень наслаждаются забирают красоту женщина нет силами детей воспитывать сможем справиться нет сил потому что все раздала чем все раздала потому что не знала регинать что так не надо делать почему не знал потому что это образование невежественная жизнь у нас невежествуйте мы считаем все крутыми очень образованными в чем образованы самая главная наука это наука жизни это не наука математики физики мы хорошо разбираемся как инфузоры тут туфельки совокупляются биологии изучали как надо изучать про жизнь человеческую школе они про инфузоры туфельки зачем они нам нужны кто-то из вас это применил жизни как за углубляются инфузоры и туфельки применили нет зачем нам придав школьную программу это вставили а вот знать о том как красоту беречь свою энергию красоты не надо тело открывать лишнее есть то что для всех предназначено по крайней мере лицо пожалуйста в некоторых культурах даже лицо женщина закрывает но это я думаю излишне лицо листворять душу лицо это как душа все остальное ниже этот интимной жизни женщина женское тело но она имеет силу она связана с личными отношениями близкими женщина чуть-чуть даже грудь открывает свою то она зовет лист личное отношение со всеми кто туда посмотрел и она сама это чувствует что стыдно как-то а потом привыкает потом привыкла еще больше открыла еще больше чем привыкла еще больше открыла потом думает о чем-то любви с мужем нет ты и раздавав всю кончилась любовь это то что нужно знать нужно знать также простые вещи что лучше женщинам заплетать волосы в косу почему потому что энергия ума у женщины сильна она связана с волосами поэтому женщины восприимчивы уму других людей они очень чувствительны на умственную энергию когда у женщины пол голоса соединенных пучок то тогда она защищена от чужой умственной энергии мужчина сильная энергия разума а ума энергия слабая поэтому мужчина должен обстригать как можно короче волосы носить чтобы не сильно зацепляло а женщины длиннее чтобы защита была и пучок система и сна когда так люди себя ведут у них сила появляется мысли сила возможность да правильно вот так покажите всем я смотрю на косу она раз за нее взялась ведь и сразу женщина защищается а чувствует взгляд раз и держит моя коса для мужа принадлежит мне дитя олег иначе вот той женщина защищается правильно правильная система работает и так двигаемся дальше мы с вами изучаем какие-то моменты которые надо знать я вам рассказываю просто теорию общие какие-то моменты и так бывает оскорбление оскорбление отрабатываются с помощью молитвы раскаяния или желание простить с обоих сторон нужно прилагать усилия если мужчина вот крышу свело у него из-за недостаточной культуры нашем обществе и он влюбился в это время происходит следующие вещи они происходят механически потому что это он заболел у него болезни разума есть болезни ума есть болезни разума из болезни печени там тела есть болезни инфекционные страны виды болезни это болезнь разума влюбленности крышу свернула найти крыша съехала решает он стоит понятная система человек не понимает что с ним происходит он считает что у него все классно он счастлив такой ты знаешь я вот тебя не любил мы с тобой поженились потому что влюбленность была но он уже про нее забыл новая влюбленности докажется лучшим старым это как мелко всегда заново ешь этот самый лучший который ешь да так и женщина тоже влюбился это самое лучшее вот же нас с детьми находя на уже не лучше а это вот самое лучшее что в это время происходит человек который влюбляется в кого-то у него разрушает сердечные связи в этот момент но они как разрушаются временно если женщина которая любит она не будет противостоять этого то на постоянное могут разрушать я вам расскажу как противостоять значит влюбился первое что происходит меняется философия человек начинает по-другому строить свое восприятие жизни сразу же но уже как-то это оправдать он например одна девушка ко мне пришла вы знаете олег геннадьевич у меня есть вот сейчас мужчина а я замужем вот и вот олег иначе понимаете мы своим мужем только в этой жизни живем несколько лет вместе у нас дети а с тем человеком я с прошлых жизни вместе с тем с которым много жизни пока я вместе или со своим мужиком с которым несколько лет олег геннадь должно не сказать как правильно эти как философия накручивается круто так почему потому что чувство сильное чувство она забирает разум чирка но сильное чувство забирает разум полностью человек становится больным появляется сильная привязанность к человеку которому ты влюбляешься холод жене и холод детям даже от этой женщины холод детям возникает он потом опять чувство к детям восстанавливается потом, похоже, когда остывает чувство к той женщине. Сначала восстанавливается чувство к детям, а потом может возникнуть опять чувство к жене. Но если она сама захочет этого. Обычно влюблённость вот такая вот дикая, такая, длится где-то до года. Но если сильно прямо в лиге влип, сильно крышу сверло, то, смотрите, если человек порядочный, что происходит? Он говорит, я вот хочу, жить с вами, а люблю ту. И так как ты вот меня любишь тоже, ты мне добра желаешь, дай мне возможность быть счастливым. Я же не могу с тобой жить, если я её люблю. И надо ничего не ответить, помолиться серьёзно, помолиться и сказать ему, что я буду тебя ждать. Не надо говорить, да, да, ты её любишь, я плохая, не надо так говорить. Надо говорить, я буду тебя ждать. Но я не считаю, что это правильно, то, что ты сделал. Но я буду тебя ждать. Не со злобой говорить это. Но чтобы так сказать, нужно очень сильно помолиться. Можно откладывать ей слова. Когда в сердце возникает вот это чувство, что я уже, мне легче стало. всегда надо понимать, что такая вещь происходит всегда, потому что я сама так поступала в прошлом. Видите, проблема заключается в том, что на этой Земле мы очень сильно наказаны. Знаете, в чём сильное наказание заключается? Я вам сейчас перечислю признаки. Мы не помним в своей прошлой жизни раз на высших планетах живые существа помнят, за что они наказаны. И человек, который занимается духовной практикой, тоже это начинает осознавать. Но мы в основном не помним, за что мы наказаны раз, не помним в своей прошлой жизни два. И поэтому вообще не понимаем, что происходит. И в этой ситуации надо принять правильное решение. Понимаете? То есть мы не понимаем. Вот если бы женщина знала, что она точно так же бросила свою жену в прошлой жизни в мужском теле. И за это сейчас страдает. Если бы она это знала, она бы не сомневалась ни секунду, что надо просто молиться сейчас и не бросать этого человека, и не наказывать его. Потому что за что боролся, на то и напоролся. Если сильно осуждать, то же самое потом тебе придётся сделать ещё раз. Итак, сначала я вам сейчас не теорию рассказываю. Ко мне пришёл один молодой человек. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня жена, ребёнок, я хочу сохранить семью. Жена ушла от меня, встречается с другим человеком. Я смотрю на него, очень разумный человек. Я говорю, молитесь? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, я буду сейчас вас вести по этому пути сохранения семьи. Я ему сказал, первый шаг простить жену. Он приходит ко мне через два месяца, простил, что делать дальше. Я говорю, она что? Она продолжает с тем встречаться, а по мне даже думать не хочет. Я говорю, хорошо, второй шаг. Тебе надо найти способ, способ просто поддерживать с ней добрые отношения. Какой-то способ. Этим способом может быть просто посещение детей. То есть, ну, человек приходит, они уже не жили тогда вместе. Вот, человек приходит, они развелись, кстати, так же. Человек приходит просто к ребёнку, и в это время, если он правильно настроен, он что делает? Он просто хорошо относится к жене, к её взглядам, то есть человеку, который рядом, и просто берёт ребёночка, забирает, гуляет с ним, и говорит жене, я тебе за всё очень благодарен, спасибо тебе, вот я очень-очень хорошо, по-доброму к тебе отношусь. Всё. Он говорит, ну, нам до свидания, всё. Дальше что происходит? А дальше происходят интересные вещи. Надо знать одну вещь, что человек может заграбастать себе кого-то для наслаждения, но создать семью он не может. Семью создаёт Бог. Человек может наслаждаться другим человеком, но создать семью он не может. Потому что семью создаёт Бог. И когда он создаёт? Если оба согласны разойтись, если один человек прилагает усилия, с любовью относится, молится, то в этом случае что происходит? Влюблённость остаётся какое-то время, она начинает таять. Чем больше тает влюблённость, чем больше включается совесть. А если жена уже, допустим, муж, в данном случае мужчина, он простил её, к ней хорошо относился. И наступил момент, когда я ему сказал, скоро она с тобой начнёт разговаривать. Но она с тобой будет разговаривать о делах, она не будет разговаривать с тобой о жизни. Не переводи разговор на другую тему, следуй инструкциям. И она начала с ним разговаривать о том, что ребёнка надо туда, дать сюда. То есть начала разговаривать с ним о делах семейных своих. Ну, касаемых ребёнка. И также спрашивала у него, уволиться с работы или остаться. Начала ему такие вопросы задавать. О делах. Потом она начала грустить. Он приходит к ребёнку, и она такая печальная ходит, немножко печальная. Я говорю, сейчас, так как он писал ситуацию, я говорю, сейчас нужно дарить ей подарки через ребёнка. То есть ребёнку дарить цветы, конфеты, такой вот женский вещь. Он начал дарить ей подарки через ребёнка. Она ещё больше загрустила. Потом он подходит, говорит, она уже хочет со мной поговорить. И я говорю, теперь начни разговаривать с ней сам. Просто о прошлых счастливых днях. Просто о том, что помнишь, у нас вот так было семейных. Ну и о том, что было. Помни, не забывай, мечта сбывается. Любовь приходит нам порой не та. Но всё хорошее не забывается. Вот. И начинал он, начал с ней общаться на вот это вот, на хорошие какие-то вещи, добрые. И она вернулась к нему назад. А потом уже она начала раскаиваться. А потом она начала слушать лекции. А потом они пришли вместе и поблагодарили. Всё это произойдёт. Постепенно разворачивались так события. Но хочу вам сказать по секрету, что не всегда так бывает. Что иногда судьба такая сильная, непреодолимая, что человека вернуть невозможно. Но надо всегда пройти этот путь. Надо ставить себе срок. То есть полтора года где-то и понеслась. Молитва, попытка возвратить. Ни с кем не встречаешься в это время, возвращаешь близкого человека. Если полтора года прошло, срок прошёл, никаких знаков, никакой динамики положительной нет. Только твои грёзы. Иногда люди в грёзах. Он меня любит, но не делает вида. Нет, должны быть факты. Не надо вот этого безумия. Вот. Когда факты есть, значит развивай события. Нет фактов, значит через полтора года в какой-то момент знаете, что возникает? Ты как бы пытаешься достигнуть человека, возвращаешь его, возвращаешь его, возвращаешь назад. И в какой-то момент что происходит? В сердце наступает облегчение. Чувство, что всё хорошо. И ты последний раз говоришь человеку, я ещё три месяца тебя жду, если ты не возвращаешься, то я начну другую жизнь. Пишешь ему, и всё. Не ждёшь, тримись. Месяца подождал, и совсем лёгко сел. И Бог даст хорошего человека. Это гарантия. Но надо выполнить свой долг перед семьёй, понимаете, сначала. А не так, что типа он меня бросил, всё, я свободна, я свободна. Нет, ты не свободна. Итак, видите, всё начинается с прощения. Сначала надо простить человека близкого. А если он остался дома, гуляет и живёт со мной, то проще ситуация. Она решается таким образом. Женщина должна молиться сначала, молиться. И с помощью молитвы простить близкого человека, а потом проанализировать, почему он гуляет. Есть причины, понимаете, чаще всего женщина две причины. Или она не ценит себя в отношениях, ведёт себя как тряпка такая. Чё хочешь со мной, то и делает. Вторая причина, она пилит или не заботится, не служит близкому человеку. Что-то не так она делает. Надо это исправлять, начинать. Когда начнёшь исправлять, он теплее начнёт относиться. Значит, идёт процесс возвращения. Он медленный, не надо торопиться. Потом постепенно он начнёт уже думать о делах семейных. То есть включаться в жизнь личную. И потом потихоньку, потихоньку вернётся назад. А потом не волнуйтесь, так как осадок всё равно в сердце остался, да? То всё равно что произойдёт? Его раскаяние. Бог наградит вас за этот поступок. Он будет сильно раскаиваться со временем на этот поступок. Будет стоять на коленях и говорить, я никогда в жизни не прощу себя за то, что я сделал. Понимаете? И вы будете чувствовать счастье, что вы победили судьбу. Человек всегда, когда хочет победить, он побеждает. Но победа может быть разной. Иногда человек отваливается в риски, а вы старались. Бог даст другого. Это гарантия. Не надо думать, что в этом мире есть несправедливость. В этом мире есть наказание. Если человек сдаёт экзамен, то поощрение. В этом мире нет такого, что человек заказан и всё. И до свидания. Такого не бывает. А если судьба очень тяжёлая, очень жестоко бросил ты кого-то в своей жизни, и невозвратная эта сила, то Бог даст замену. Он тебе замену на семейную жизнь даст замену духовную. Бог всё равно что-то даст. Не бывает такого, что человек, который идёт к истине, ничего не получает. Он бьётся, как об камень. Такого не бывает. Всегда есть выход. Но сначала, как об камень. Понимаете? Судьба сначала проверяет. Нет никакого результата. Вот у кого, допустим, кто идёт этим путём, нет результата. Поднимите руку. Есть такие люди? Уже есть результат. Уже, да, вы уже преодолеваете плаку карты. Это факт. То же самое. Как зовут человека? Вам, вам, да. Да, про семена. Не про семена? Кто побеждает судьбу, пытается так вымолить, есть такие люди? Как зовут человека? Махмадалев. Он вернётся, может вернуться. Через год, не раньше. Год и два месяца будет, не раньше. Но вот видно, а бывает вернётся, бывает нет. У вас тоже, да? Другая ситуация. Сами виноваты. Сами виноваты. Не знаю. Я знаю. Смотрите. Когда женщина бросает, у неё в сердце холод, камешек холодный. У вас камешек холодный в сердце. Когда её бросили, то камешка нет холодного в сердце. Есть обида, боль. Вот у неё боль в сердце, у вас камешек холодный в сердце. Вам надо раскаиваться, поступки слышали. Когда камешек уйдёшь. Если вы есть возможность вернуться назад. Возвращайся холодным утром. Возвращайся. Не очень трудно. Возвращайся. И оставайся. Возвращайся. Я без тебя устал. Не хотите? Не можете? Ничего себе. Не можете. Всё нормально. Всё будет хорошо. Я для всех, как я говорю, не для вас, для всех. А мне, Олег Геннадьевич? А я? Вот человек, вставайте. Ну чё? Нет, вы должны сказать сначала. Добро с никого. Добро. А? Стойте. Ну, пора заканчивать уже ждать. Простить надо, и всё. Он не вернётся. Да ладно. У вас много, я один. Продолжаем лекцию. Примеры нужны для того, чтобы разобраться. По-всякому бывает. Надо просто выполнять свой долг. В жизни. Мы по факту долг перед Богом выполняют. Бог нас соединил вместе. Мы сражались, как мы решили, перед Богом выполняют долг. И с чувства долга действуем. Потому что люди по своей природе, они не могут жить так, как мы хотим. Бывает тяжёлая судьба у людей, они не могут оставаться вместе, расходятся. Почему такая сила? Человек не властен над своей судьбой. Иногда люди могут жить вместе, иногда не могут. Мы просто выполняем свой долг до конца. И Бог будет нам признателен, Он будет нас соединять. Дальше давать нам какие-то возможности, будет давать нам нормальную жизнь со временем. Надо стремиться к этому ко всему. Самое главное в жизни — это внутренняя жизнь, работа над собой. Внешние вещи всего лишь являются проявлением судьбы. Но внутренняя жизнь — это победа над судьбой. Внутренняя жизнь — что такое? Молитва, слушание духовной музыки, слушание лекций возвышенных и так далее. Внешняя жизнь — что это такое? Работа, семья, дом, машина, отпуск. Это внешняя всю жизнь. Это по судьбе все происходит. Само собой, понимаете? Оно просто катится вот так само собой. И все. Этого не надо уделять слишком много внутренней силы. А вот если человек думает о Боге, молится постоянно, то его жизнь орошается чистотой. Отношения становятся светлее. Люди вокруг становятся светлее. Постепенно это начинает влиять на работу. Сначала на окружение, потом на работу, потом на личную жизнь только уже. А потом только на детей. Еще тяжелее на детей повредить. А на родителей еще тяжелее, даже, чем на детей. Так судьба постепенно со скрипом меняется только. Со скрипом. Итак, движемся дальше. Мы с вами разобрали первый момент, очень важный. Что бывают тяжелые периоды в жизни, бывают легкие. У всех обязательно будут тяжелые периоды. Когда наступает тяжелый период, не надо дергаться. Не надо думать, мы несоввестимы. Надо расставаться. Так невозможно жить. Надо просто в этот тяжелый период усилить духовную жизнь. Больше молитвы, больше времени для сдачи экзамена. Понятно, да, система? И постепенно тяжелый период обязательно закончится. Он не может всю жизнь длиться. Обычно самый максимально большой тяжелый период, который я видел, ну, максимум пять лет, обычно два-три года. Женился на женщине с ребенком. 14 лет сын. Должен ли я его воспитывать, как своего? Родной отец есть. Смотрите. Когда вы живете с женщиной, не ребенок. Этот ребенок станет силой, разрушающей ваши отношения. Потому что ребенок, это его дом, понимаете? И это он решает, будете вы там жить или нет. Поэтому ребенок будет давать испытания вам. Если вы хотите с этой женщиной жить, станьте ему сначала другом. Не даже не старшим, а просто другом. Потом, если он вас примет мудрым человеком, станьте для него старшим другом. А потом, если он вам близким человеком воспримет, станьте для него близким человеком. Но никогда не вытесняйте у него родного отца из его сердца. Он этого вам никогда не простит. А если отец родной его предал, то он сам может своему желанию вас начать считать отцом. А вообще, веды говорят, что у человека семь матерей, может быть, и пять отцов. Пытайтесь это понять. Первая мать, это та, которая родила. Вторая мать, та, которая кормит ребенка грудью. Тоже мать. Надо относиться как к матери. Дальше, женщина, которая воспитывает ребенка. Это тоже мать. Животное, которое дает молоко для прокармливания. Это тоже мать. Корова, это тоже мать. Дальше, мать земля есть. Есть мать, жена наставника, или священника, который заботится. И также правителя, который заботится о семье. жена, тоже мать. Пять отцов. Родной отец, духовный учитель. Дальше, священник, который помогает в жизни. Дальше, правитель, это отец. И тот, кто воспитывает ребенка. Ребенок с ним живет, он его воспитывает. Это тоже отец. Видите, поэтому слово мальчика, нет такого слова мальчика. Это неправильное понимание. Допустим, мы взяли ребенка, установили, не надо ему говорить, что я тебе мальчика. У тебя есть родная мать, а я типа тут дура рядом с тобой нахожусь. Это сразу вызовет у него непротиворечие в сердце и будет очень больно. Потому что вы для него мать, а не мальчика. Не имеет значения, кто человека рожал. Это вообще второстепенная вещь. Кто дал любовь человеку, тот и является отцом и матем. Роды — это механическая вещь. Я вынашивал Олег Геннадьевич его. Да не вы вынашивал, я Бог вынашивал. Вы что там все размножали внутри клетки все эти? Вы что, за чай зачинали сами? Нет, вы просто сексом занимались. Оно начинается само. Бог вынашивает ребенка, рожает. Вы же ничего не делаете. Просто вам говорят «Расслабься, какай». Расслабилась, лежит, немножечко тужится. Раз — вылезла. Бог все делает. Понимаете? Я рожала. Вот если ты воспитывала, это уже другое дело, тогда ты мать. То, что ты выносила, рожала — это механика. Это Бог все делает. Понятна система, нет? Мать — так, которая воспитывает человека. Это мать. Вот бабушке отдали на воспитание ребенка, значит, она — мать. А вы просто бухгалтер. Вам некогда же воспитываю бухгалтер. Ну, значит, вы бухгалтер — аномать. Бабушка. Следующий важный момент, важный вопрос нашей лекции — это тема «Изнавок» — это, да? Дальше идем, движемся вперед. Смотрите. Так как мы живем с вами неправильно, и отношения строим неправильны, культура у нас неправильная, видите, мы поощряем разводы, у нас в культуре поощряются вот эти браки, которые называются во всем мире попросту сожительство, как на английском «Cohabilitation». Сожительство просто и все. У нас же это все называется очень серьезно. Гражданским браком. Ну, почти что орден, понимаете? Все, орден почти повесили. Ну, сожительство просто, понимаете? Снюхались просто и все. Снюхались и живем вместе. Теперь некоторые говорят, Олег Геннадьевич, мы просто друг другу доверяем. Если бы вы друг другу доверяли, пошли бы и расписались. Вы не расписывайтесь, потому что, наоборот, вы друг другу не доверяете. Что такое роспись? Это защита государством и родственниками семьи. Когда человек расписывается, он семью делает защищенной, потому что два человека вместе не могут сохранить семью. Сохранять должен кто-то. Рано или поздно растаскивать начнет, понимаете? И поэтому люди не расписываются, что они дают себе возможность разойтись. Разошлись, как в море кораблей. Ты морячка, я моря. Ты бачка, я... Я на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Понимаете? То есть, вот есть совместное сожительство. Нам некогда расписываться. Олег Геннадьевич, а он не хочет. А он никогда не хочет. Женщина должна хотеть. У нее мозгов должно хватать. Я ему говорил. Говорил, не работает. Мужчина, он как паровоз. Его надо толкать. Толкнуло, поехал. Толкнул, будет стоять. Сколько надо сказать мужчине раз нежно, по-доброму, в хорошей обстановке после еды, чтобы он услышал? 50 раз, да. Считайте. В хорошей обстановке после еды. Нам бы расписаться с тобой, мой хороший. После еды в хорошей обстановке, когда он слушает жену. 5 минут после еды. Можешь слушать. Накормила. 5 минут после еды. Нам бы расписаться с тобой. Два. Через несколько дней, когда работа приятной ситуации. Как ты считаешь, если мы распишемся, хорошо? На 26-й раз он где-то, блин, что-то докопалось. Начнет нервничать. Чего докапываешься до меня? Ничего не обращать внимания. Карма пошла преодолеваться. Если ты нервничаешь, значит, начал слушать. На 25-й раз. Потом. Нам бы расписаться с тобой. Хотим? Расписаться. Больше мне об этом не говори. Не обещаю. А зачем потом на 30-й раз? А зачем нам расписываться-то? Надо объяснить. В общем, здесь есть подробное объяснение. То, когда люди расписаны, их держат клятва друг с другом. Родственники держат. Государство держит. Если они расписаны, они могут разлететься. А я хочу, чтобы у нас с тобой все хорошо было. Потом дети, когда мы расписаны, они считают нас матерью, отцом. Когда они расписаны, непонятно, в чем ли с тобой. У них тоже гражданский союз, что ли? Гражданские дети. Дети капитана Шмидта, да? Знаете, сколько было детей у капитана Шмидта? Ни одного. Ни одного. Ну вот, судя по Остапу Бендеру, там много было. Итак, движемся дальше. Если много усилий прилагать женщине, то брак будет роспись. Он пойдет и распишется просто. Все, надо прилагать усилий. Это нужно сделать обязательно. Потому что, если нет росписи, маловероятно, что вы оставите вместе. Вероятность очень низкая. Потому что совесть в такой брак не входит. Совесть не входит в эти отношения. Когда расписали, следующий этап – это венчание. Нужно обязательно в церковь сходить. Потому что, когда люди расписываются, роспись защищает людей. Когда люди венчаются, Бог защищает людей. Как роспись защищает? Понесло куда-то в сторону. Родственники звонят. Мать говорит. Ну ты что, сынок? Ну тяшина, ты что, дурак, что ли? Ну давай, хватай. Да я ее люблю. Мама, понимаешь? Надоест, виснешь. Трудку положил. Ну защищает семью, да? Дальше. Когда человек венчается, Бог защищает семью. Человек хочет в кого-то влюбиться, не может найти. Ходит, ходит, не может найти. Почему Бог, дает, помечался? У меня был такой случай. У меня один друг, он монах. И он, когда только начал отвлеченную жизнь, ему было тяжело. А он был до этого, разгульную жизнь вел. И у него в Лос-Анджелесе, ну, американец, у него место одно такое. Там такое, знаете, злачное. И там проститутки. И он так устал, вот этот монашеской жизни. Но он попросил Бога до этого. Пожалуйста, если у меня будет благословение, попрошу у святых людей, если у меня будут трудности, защити меня. Знаете, такая интересная ситуация произошла. Он просто распространял духовную литературу и зашел так, вот в этот район, где был публичный дом, знакомые девочки. И он как раз пришел к этому публичному дому. И девочки ему там, раз, они вышли как-то, но это случайно, и машут ручку. Ты че, красненький какой-то ходишь. Не такой, как все. Заходи. Все-то давно тебя не было. И он так, знаете, он так раз, и его начало магнитить, он такой. Его потянуло, 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 потянуло. И проезжает машина мимо из монастыря. Машина такая. Выходят ребята и говорят, уже пора ехать нам назад сюда. Садись. И он садится и едет. Ну, стыдно же, ну как это у нас? И все. Так его Бог спас. Потом он его осознал, что все это неправильно. И так вот человек побеждает судьбу. То есть нужно обещание, оно дает вот такую защиту. Совесть включается. Мы же венчаны, ты что делаешь? То есть это сразу очень сильно влияет на такое слово венчаны. Сразу же раз совесть у человека думает, ой, нельзя и так далее. Конечно, если сильно хочется разрушить себе жизнь, то можно найти способ. И венчаны, и не венчаны. Но идея в чем заключается? Чем больше защиты, тем лучше. Идеи ясна нет. Движемся дальше. Следующая тема — это тяжелая семейная карма. Как она выражается? Смотрите, люди рождаются уже недоделанными. Ну, то есть это нормально. Я сейчас вам расскажу степени разной недоделанности, разной степени. Вот это почему недоделанная? Потому что тяжелая судьба, но она на это все исправляется в процессе жизни. Смотрите, первая степень недоделанности. Женщина склонна больше работать, меньше заниматься личной жизнью. Она встречает мужчину, который склонен дома сидеть в основном, готовить. У ней такая твердая речь, у него нежная. Вот они немножко поменялись местами. Они любят друг друга, все классно, у них семья, все нормально. Но они опыт чуть-чуть недоделанный. Она такая независимая, очень крутая, бизнесменка. Он такой лентяй. И как бы вот так. Вот такой. Понятная система? Что делать? Женщина должна двигаться в сторону женственности, мужчина автоматически будет развиваться в сторону мужественности. Это нормальная ситуация в наше время, очень много недоделанных людей. Женщины неблагоприятны.